Друзья, всем привет! Как и обещала, выхожу коротко на связь, чтобы вы были в курсе, что у нас всё более-менее нормально. Никаких подробностей говорить не буду. Опять-таки, говорю только то, что я вижу и слышу. У нас три раза за день гудели сирены, пару раз были взрывы где-то вдалеке, а всё. Это то, что я слышу в нашем районе. Я, конечно же, не исключаю, что где-то в Николаевской области происходит что-то более страшное, более глобальное. Самое страшное сейчас происходит в Киеве, конечно. Ночью нас пугают, как и предыдущие дни. Боимся, конечно. Надеемся, всё будет хорошо. И умер шафран, да. Шафранчик наш Мых. Недавно снимала видео про него. Ничего не предвещало беды. Я об этом говорила, что думаю, что он спокойно доживёт до возраста 2 года и 5 месяцев. И будет жить дальше. Но резко произошло ухудшение. Вчера утром он резко отказался от еды, ему было плохо. И где-то час назад он умер. К сожалению, он умирал, конечно, долго. Он постоянно находился в таком сне, достаточно крепком. Потому что я его периодически проверяла и думала, что он уже мёртв. Но потом оказывалось, что он жив. Дыхание очень поверхностное было. Так что всё, несём мы потери. Теперь у нас 7 мышей. Ещё вот позавчера на стриме вы видели, шафранчик был стабилен. Как обычно, ну реально ничего не предвещало беды. Вот. Так что хороших новостей мало. Хорошие новости в том, могу сказать, что я закончила лечение оболочки и корочки. И сейчас я лечу только Маврика и Люську. Вася, он не болеет. Он единственный из шести крыс, у которого не началась респираторка. Я надеюсь, что так и будет дальше. В общем-то всё. Сейчас у нас тишина. Комендантский час. Сейчас, по-моему, то ли с пяти, то ли с семи вечера. Я точно так и не поняла, со скольки сегодня. В четыре вечера Костя ходил на улицу. Хотел ещё, может быть, зайти где-то в супермаркет. Но уже всё были, все были супермаркеты закрыты. То есть абсолютно всё закрыто. Сейчас на улице полная темень. Просто, ну совсем. Просто вырви глаз. Сейчас нам говорят тоже не включать свет яркий. Ну, мы тусклый свет включаем. Сейчас включила светильник, чтобы записать видео. А так в основном как бы от компьютера свет. В зале гирлянда горит. Ну, там у нас тёмные шторы, поэтому на улице вообще темнота. Ну, вот, в общем-то, и всё о том, как пройдёт ночь. Ну, завтра ближе к обеду будет видео. Видите, рано утром я не могу записывать видео. Даже если я встаю раньше, то мы начинаем всё равно бегать по супермаркетам, что-то закупаться, делать какие-то запасы. Это всё равно паника. И ты не знаешь, когда это всё кончится. И чем больше запасов, ну, таких, которые не портятся, тем лучше. Поэтому мы каждый день запасаемся хоть чем-то. Вот. И поэтому видео я буду записывать не раньше 12 или часа дня. Так что всем желаю спокойной ночи. Знаю, что многим людям сейчас гораздо-гораздо хреновей, чем нам. Потому что, я уже сказала, эпицентр в Киеве и в области киевской, в центре Украины, там сейчас жопа. А у меня... Нам просто повезло. Ну, нашему району просто повезло здесь, в Николаеве. И я надеюсь, что будет вести и дальше. С нашего района я мало что слышу своими ушами. А рассказывать вам новости я не буду. Так как я уже говорила, что везде дезинформация. И ничего нового я вам не расскажу. Как бы всё вы... Что слышали, то слышали. А слышали на 180 градусов абсолютно противоположные вещи, люди. Поверьте мне. Всё, друзья. Всем пока. До завтра.